Наталья Щербакова Здравствуйте, дорогие наши рязанцы! Насколько я знаю, 23 октября в Рязанскую областную филармонию приезжает московский ансамбль духовной музыки «Благовест». Если можно, расскажите нам чуть подробнее и об этом ансамбле, и о том, что ожидает рязанских зрителей. Спасибо. Сегодня я пришла поделиться с вами огромной радостью, потому что это по-настоящему радостное событие. Оно ожидает нас от встречи с одним из лучших коллективов жанра духовной музыки – ансамблем «Благовест». И кроме этого, в концерте, о котором мы сегодня будем с вами говорить, будет принимать участие директор этого ансамбля, ведущий, композитор духовной музыки Антон Олегович Висков. Мало про человека сказать, что он вот это умеет, вот это умеет, а вот когда вы придёте и увидите, то вы поймёте, что это не просто ведущий, а это человек, который переполнен не просто информацией, а информацией душеспасительной, той информацией, которая на любом концерте завораживает слушателя. А если уже говорить об исполнительском мастерстве, то нас ожидает встреча с двумя высокими профессионалами, профессионалами высшего качества. Потому как я сейчас немного расскажу о них, и только по названиям тех сочинений, которые они исполняют, вы уже поймёте, что петь такую музыку можно только обладая определёнными навыками, определённым опытом, определённым погружением в ту или иную эпоху и стиль музыки. В рамках цикла концертов «Музыкальная библия для детей» будет дан первый концерт. Ну, в филармонии это называется абонемент. Он состоит из трёх концертов. Будет он в разное время. Один из них – это вот 23 октября, второй концерт состоится 16 января и последний – 19 марта. Я сразу оговорюсь о том, что на каждый концерт можно ходить отдельно. Не обязательно покупать все три концерта сразу. И вот то, что мы услышим с вами 23 октября, название этого концерта звучит так. «Русская духовная музыка, песнопение всеношного бдения, литургии, духовные концерты Титова, Бортнянского, Чайковского, Рахманинова и самого композитора Антона Вискова. Музыкальная библия для детей». Кому-то покажется это немножко одиозным названием. Почему библия и почему она музыкальная? А потому что это один из проектов, который уже около 10 лет популярен в московской филармонии. И вот, наконец, он дошел и до нас. Потому что это проект, в котором люди прикасаются к неприходящим ценностям. Ведь Библия, вы знаете, это книга всех книг. Книга для ума, для сердца. Ну, в конце концов, для тех людей, которые ищут для себя способа благочестивой жизни. И вдруг вот эта неприходящая ценность языком музыки. Ведь это положено на текст высочайшего смысла духовной поэзии. Это могут быть и псальмы, это могут быть просто повествования каких-то действий или просто поэтические вирши, которые творили от Ломоносовой до наших дней. А смысл-то остаётся тот же. И оказывается, что это лучшее, через что можно познать смысл вот этого неприходящего великого создания Библии. На сегодняшний день многие люди немного боятся. Боятся и симфонических оркестров, боятся классической музыки. Они считают, что если они этим никогда не занимались, ни на чём не играли, особо не слушают, то, возможно, они чего-то не поймут. А уж что касается духовной музыки, это вдвоём. Я вас очень хорошо поняла. Уже предвижу ваш вопрос. Да, вот почему бы вы посоветовали? Очень, я с большой радостью на него отвечу. Дорогие мои, вы окрадываете себя и свою жизнь, потому что без творческих процессов, вы знаете, на кухне готовят люди, это тоже творчество, согласитесь? Да. А мы говорим с вами о творчестве, где задействована душа человеческая. Посмотрите, посещая любой концерт, вы оказываетесь участником этого творческого процесса. Композитор написал. Те, кто к нам приехали или встали на сцену, исполнители исполнили это сочинение. Но без третьего окончательного постулата вот этого композитора, исполнителя, без слушателя этот творческий процесс прерывается. И вот наши слушатели, которые приедут, даже не думая ни о чем, пойму, не пойму, надо, не надо, они начинают волей-неволей работать. Это работа ума, работа сердца, работа духа вашего. Это потребность дальше познать информационно, просто прийти домой, полистать какие-то книги или залезть в интернет. Это работа, но работа творческая, а любая творческая работа, она всегда дает отдачу. Поэтому есть надежда на то, что придя туда и погрузившись в какую-то эпоху, стиль и поработав сердцев, вы обязательно уйдете с концерта переполненными, даже не ведая того, хотите вы это или нет. Мне тут вспоминаются слова совершенно замечательного нашего русского философа Ивана Ильина. Есть только одно истинное счастье на земле. Это человек с поющим сердцем, это остров Божий, это его маяк. И когда вы слушаете любую музыку, а духовную особенно, то вы творите, и ваше сердце начинает петь. Придите. Может быть, вы действительно уйдете с этого концерта с поющим сердцем. А это немаловажно для нашей сегодняшней жизни. Ну, вот музыкальные библии для детей и взрослых, то есть детей вот даже с небольшого возраста... Абсолютно. Они готовы уже воспринимать подобные музыки. Знаете, детей с трёх лет надо водить, слушать музыку, потому что они, не понимая ничего, больше иногда впитывают в себя, чем взрослые, у которых работает голова. Иногда работа головы мешает восприятию. Дети – это такой инструмент тонкий. Если ими не заниматься с трёх лет в этом направлении, они отторгают от себя этот пласт уже. Поэтому действительно, это же циклы концерта. Я сейчас два слова скажу про этот хор, если можно. Он основан в 1987 году. Кто помнит, это ещё до перестройки, это ещё мало кто вообще говорил что-то о религии. А в это время уже замечательная женщина, тогда девушка, которая закончила институт имени Гнесиных, хоровик по образованию, стала работать регентом в церковном хоре. И погрузившись в этот пласт музыки, который уже не отпустил, создаёт свой ансамбль из 12 человек. Сейчас в нём 44. Если они начинали петь просто концерты из акапельных сочинений духовного направления, то сейчас им доступны контакты и творческое объединение с лучшими оркестрами России и мира. Они исполняют уже произведения такого контактно-артериального жанра, как «Магнификат Баха», «Хамольная Месса», как самые лучшие страницы контактной артериальной музыки не только русского направления, но и западного, а без этого мы не можем говорить тоже о развитии музыкальной культуры мира. То есть это ансамбль не просто высокого качества пения, но ещё возможностей. Я так понимаю, говорить об этом можно долго, но лучше один раз услышать. Да, но лучше один раз услышать. Приходите, мы вас ждём, мы вас любим. И я думаю, уверена в том, что вы вспомните нашу сегодняшнюю передачу и вспомните о том, что мы без музыки не можем существовать полноценной, благостной жизнью в этом мире. Я напомню, что московский ансамбль духовной музыки «Благовест» выступит в Рязанской областной филармонии 23 октября в 14.00. Наталья Михайловна, мы вас благодарим. Спасибо вам. Спасибо вас, Господи. А с нашими зрителями мы прощаемся. Желаем вам всего наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова